Сегодня я покажу, как черенковать и размножать самшит. Очень простой и легкий способ. Самшит это вечно зеленый кустарник. Его очень часто используют для изгородей, для красивых клумб. И он очень дорогой. Можно размножить самостоятельно, имея при этом такие вот черенки, не менее чем 10 сантиметров. Немножко этот больше, у меня 12. И землю. У меня тут универсальный грунт, грунт с огорода и еще песочек. Все это перемешало, такой у меня состав земли есть, чтобы он был и не легкий, и не тяжелый. И немножко добавить обязательно песка надо. Самое первое, хочу что сказать, что работать с самшитом и на даче, и дома надо только обязательно в перчатках. На многих видео это не говорят, и люди не знают, говорят, ничего страшного нет, взяли и посадили. Ни в коем случае, потому что самшит, как я сказала, уже ядовитое растение. Одеваем перчатки и тогда работаем. Где можно взять такие череночки? Можно у себя взять на огороде, если вы делали обрезочку, можно такие черенки. Если же у вас нету самшита на огороде или на даче, и вы хотите его посадить, можете попросить у соседки какой-то, можно просто даже где-то кусочек отломать. Вот, вот такие череночки у нас есть. Что делаем? Отрываем листочки. Вот, отрываем листочки. Так, чтобы никакой листочек никуда не попал, я делаю это в квартире сейчас. И ложу на такой пластмассовый судочек, крышечку. Вот, оторвали. Я череночки обрывала рукой, и надо с такой, с пяточкой, чтобы была пяточка от старого кустика, вот, от основного побега. Видите, вот такой есть, как бы говоря, маленький такой тросточек, это пяточка называется. Если секатор под рукой есть, можете обрезать острым секатором. Так, вот оборвали мы и эту веточку, и так же проделаем еще с третьей. Все, теперь нам нужна земля. Если у вас есть стимулятор, корнеобразователь, можете макнуть, но у меня есть ивовая вода, и я поливаю растения, которые сажу, ивовой водой. Так, если вы в стимулятор, например, макнули, палочкой делаете дырочку, и чтобы стимулятор у вас с корешочка, с вашего черенка не стерся, вы его туда садите, вот. Или же можно просто втыкнуть, если вы будете поливать, вот как я в данном случае, ивовой водой. Ивовая вода улучшает корнеобразование, делается очень просто. Ивушки, веточки, ивушки я отламываю, срезаю, которые идут побеги внизу, и вложу в воду, и получается такая вода, которая богата очень специальным веществом, которое способствует корнеобразованию. И такие две поменьше я посажу в один горшочек. Черенкование самшита можно производить в течение всего года. Только зимой можно уже поставить в неотапливую какую-то тепличку, или в холодное помещение такое прохладное занести. Весной, вот сейчас, как я весной, я накрою пакетиком, потому что очень такие нежные листочки, усиленно идет рост самого кустика, самих этих веточек, и поставлю в полутени. И поливаем водичкой. Смотреть надо, чтобы влажная почва была. Можно одеть и пакетик, на солнышко ни в коем случае ставить нельзя, только в тенечке где-то. Укоренение самшита будет идти в течение одного месяца или двух, там в зависимости видно уже будет по корешочкам, можете посмотреть. И пересаживается уже в больший, или контейнер можно выращивать, или можно уже высаживать на даче, делать красивые клумбы изгороди, или же отдельными кустиками формировать. А там смотрите, хотите круглую форму делайте шара, можете по ссылочке перейти, посмотрите, как я это делаю, или же красивую клумбу сделать, а в середине у нас посажены розы.